Молитва среди глубоких снегов. Обряд проходил на территории Томского водозабора. Работники предприятия заранее подготовили специальную прорубь в виде креста. Крещенские морозы в этом году Кузбасс обошли стороной. Единственное на открытой площадке был сильный ветер. Но и он не помешал православному обряду, который провел настоятель Никольской церкви поселка Кропивинский, отец Дионисий. Вода из Томского водозабора, расположенного в Кропивинском, поступает в Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и частично в Беловский район. После такого обряда, как говорят сами священнослужители, водой можно умываться, ее можно использовать для приготовления пищи и окропить жилище, чтобы в доме был покой и уют. Считается, что вода в православный праздник Крещения Господня набирает особую силу и целебность. Вода, она наполнена Духом Святым, а Дух Святой нам помогает жить. Он вдохновляет нашу душу, очищает наше тело, дает здоровье, вдохновляет нас на добрые поступки, даже освобождает нас от грехов, вот омывает нас Святой Дух. Поэтому люди и в Крещение Господне приходят в церковь, набирают святую воду. Сегодня святую воду можно взять в любом храме и церкви. Хранить ее можно весь год в специально отведенном месте и принимать по утрам с молитвой и верой в душе. Как и с праздником Рождества, с Крещением также связано очень много примет. Например, если в ночь на Крещение теплая ясная погода, лето будет урожайным и солнечным. Дорогие земляки, коллеги Водоканала, позвольте вас поздравить с великим всеобъединяющим праздником Крещения. Пожелать вам прежде всего здоровья, вам лично, вашим семьям, благосостояния, мира и всего самого хорошего. В этот же день настоятель Никольской церкви окропил святой водой оборудование Томского водозабора, чтобы коллектив работал дружно и слаженно. И чрезвычайные ситуации обходили стороной, а предприятие продолжало работать на благо всех горожан.